МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Россия выступает за равную неделимую безопасность на всем евразийском пространстве". Об этом заявил Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны России. Правительство направит более 24 миллиардов рублей на строительство школ в регионах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В Томском гипермаркете произошел пожар. Пламя охватило площадь более 5000 квадратных метров, обрушилась кровля здания. Причина – поджог. Пострадавших нет. В Перу объявили об усилении санитарных ограничений на период рождественских праздников. Меры приняты в связи с обнаружением омикрон-штамма коронавируса. В Румынии более тысячи человек вышли на акцию протеста. Они недовольны новыми карантинными мерами, вводимыми правительством. Демонстранты блокировали автомобильное движение. Полиция не вмешивалась. 21 декабря страна отметила 142 года со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина. На Красной площади в Москве прошло торжественное возложение цветов к его могиле у Кремлевской стены. В церемонии приняли участие коммунисты, представители общественных организаций и сотни простых москвичей. Иосиф Виссарионович Сталин – это, конечно, как и Владимир Ильич Ленин, это огромная эпоха. Эпоха не только для нашей страны, но и для мира. Иосиф Виссарионович Сталин сумел начертание Владимира Ильича Ленина с нашими отцами и дедами воплотить в жизнь. Все, что связано было с преобразованием нашей Родины, начиная от образования, здравоохранения до великой индустриализации, это все связано с именем этого человека. Владимир Кашин подчеркнул, что СССР под руководством коммунистической партии совершил гигантский экономический рывок. Результаты ленинско-сталинской модернизации были настолько очевидны, что страна продолжала следовать этим курсам еще много лет. На днях был день рождения Брежнева. Вот 165 миллионов квартир построил за свой период правления Брежнев. С нами, с нашими отцами, дедами и нами уже. Вчера внучка или там позавчера сказала, сегодняшнюю власть трудно даже покрасить то, что построено, не говоря уже, чтобы столько построить. Чего бы ни построили, за все надо платить, а 80% населения нет таких денег. Поэтому, уважаемые товарищи, для нас, Компартия Российской Федерации, этот день святой. Владимир Кашин отметил, что сегодня российские власти продолжают дезавуировать роль советского периода в истории страны. Подобная лицемерия разрушительна для общества. А тогда вон какая страна была. И за все надо было отвечать. Сегодня можно ни за что не отвечать. Что там в поле делается, что на заводе делается. Вот когда рухнет шахта, тут все, как говорится, что-то начинают делать. А тогда надо было все планировать от гвоздя до килограмма хлеба, от цены до учащегося в школе или студента. И все это делалось. Этот день нам позволяет еще и еще раз возвращаться к сегодняшнему дню. Как живет наша страна? Что мы потеряли? Когда мы будем возвращать? И как будем возвращать это потерянное? Одним словом, имя Сталина для нас это путеводная звезда не только для КПРФ, а для абсолютного большинства народа. После Иосифа Сталина осталась великая держава, подчеркнул Владимир Кашин. И долг всех граждан страны беречь это историческое наследие и продолжать отстаивать идеалы справедливости. Нашей стране повезло, что родился такой человек, что отдал свою жизнь за нашу родину, что у него много последователей. Поэтому мы хотим еще раз обратить внимание всех наших товарищей, всех наших соотечественников на то, что мы будем пока живо хранить память об этом удивительном человеке. Еще раз хочу всех поздравить с днем рождения, 142-й годовщины, со дня рождения Иосифа Сиреновича Сталина. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин